всем привет сегодня передачи два монолита два монолита черный и белый в основном белый тот что слева тот что справа не тот что слева тот что справа эта машина с которой я сидел в прошлое воскресенье в интернете проект флорида на основе материнской платы производства фирмы и машины под кодовым названием флорида отсюда название эта машина безымянная потому что у нее материнская плата никакого кодового названия насколько я помню не имеет что это это 433 мегагерцовый celeron mendocino оформленный так чтобы выглядеть как более новая машина заметно более новая видюха matrix millennium здесь у меня usb 2.0 контроллер который не конфликтует с материнской платой потому что на борту материнской платы usb 1.1 разъем причем всего лишь один на данный момент в корпусе 3d печатная уже частично рассыпавшись заглушка которая однозначно поменяю потому что я нашел подходящую замену как видно нет также геймпорта геймпорт выводился вот с этой вот кучи штырьков не знаю видно или нет рядом с моим пальцем на переднюю панель также как и 2 usb разъем в оригинальном корпусе который естественно не сохранился самом низу в иса слоте потому что здесь два письма и слота и два иса слота и не то джипи у меня торчит сетевая карта потому что встроенный нет поэтому пришлось сюда засунуть 10 мегабитную и сашную сетевуху как ни странно с этой штуковины я сумел вылезти не просто в интернет она интернет сайт с искусственным интеллектом который курсивный генерирует интернет по выученному интернету ему забиваешь любой поисковый запрос и он по нему генерирует веб-страницу совершенно любым содержимым но конечно не каждое содержимое нормально открывать с подобной машиной но в основном да в итоге я там сгенерировал интернет из параллельного мира в котором только такие машины остались работать из-за квантумных шумов которые сделали более новые процессоры совершенно непригодными к использованию на этой штуковине гигантский радиатор от сокета а с наклейкой amd на вентиляторе не знаю видно или нет для введения предполагаемого противника в состоянии охуевания от того что же он видит перед собой позже я достал себе материнскую плату которая в итоге так и не заработала они будет отдельное видео или по-моему вы его уже видели посмотрим я еще не определился с тем в какой последовательности я буду эти видео выгружать здесь комп который частично можно рассмотреть через плексиклассовое окно на самом деле довольно невзрачная материнская плата с чуть-чуть более новым процессором тоже на 370 сокете здесь у меня 733 celeron copper mine но эту материнскую плату легко можно продаунгрейдить и до мендосина не знаю зачем это делать только разве что по приколу кстати вот в эту материнскую плату copper mine засунуть нельзя во первых чипсет несовместим во вторых между ними есть довольно таки незначительная но все равно важная разница в распиновке процессоров так что даже если чипсет здесь поддерживал с купермайнов да с купермайновскими селеронами и пентиомометре это материнская плата бы не заработала но зато в эту материнскую плату можно поставить более отстойный прост что я скорее всего сделаю просто по приколу опять же материнка без а джипи она у меня уже мелькала в нескольких видео мне ее совсем недавно ставил другой корпус которую из которого я ее достал то что в тот корпус пошла материнская плата где не работают нормальные дес латы и в итоге к ней не подключить никаким образом сиди привод в эту материнку сидюк можно поставить и поэтому я его сюда и установил в тот корпус которым есть 3 и 5 дюймовые отсеки внешние поставил сюда самые белые из имеющихся у себя сиди приводовый дисковод дисководов и как видно увы придется красить из баллончиков совсем белый цвет интересно желтеет ли этот пластик здесь 40 гиговый и дешный жесткий диск сидюк как я уже сказал 3 дюймовый дисковод usb 2.0 контроллер опять же фирмы neck здесь фирма али тот и другой не конфликтует с материнской платой а самые распространенные usb 2.0 контроллеры которые на чипсете от фирмы via конфликтуют с этими материнками материн к производству фирмы gigabyte встроенная видюха здесь тоже изначально была встроенная видюха здесь от и рейдж 3d pro здесь к сожалению встроенная intel вское говно это 810 чипсет даже не запаяна память поэтому видео память отжирается от оперативы и я не смог настроить этот bios так чтобы он не отжирал память даже при установленной другой видюхи жоп на буду искать другую прошивку биоса однозначно и скорее всего я отпаяю микруху поставлю ее в кроватку чтобы если что можно было поменять в принципе без особых проблем bios перепрошить перепрошить несколько разных вариантов дело в том что это материнская плата использовался в объем активах и будет очень прикольно попробовать здесь использовать айби ямовский bios и что я планирую сделать в этом видео вещи две первое в этой материнской плате нужно поменять эту заглушку как видно все кирдыка она выпала это я даже не планировал просто ткнул пальцем для этого придется вынимать материнку считай разбирать весь компьютер здесь в этой материнской плате заглушки немного получше но как видно ага ура ура дыра не уверен что у меня есть подходящая заглушка без этого отверстия но постараюсь ее найти в общем и целом я сейчас разбираю оба компьютера вынимая из них начинку и ставлю вот эту более визуально интересно выглядящую материнскую плату в этот корпус а более невзрачную желтым текстолитом материнку с более невзрачным охладом и всем остальным с неотключаемой встроенной видюхой переставляю сюда плюс наверное matrix millennium я планировал ее использовать материнской платой которая ко мне приехала аж из донецкой народной республики материнская плата с процессором cyrox c3 сожалению этой материнке полностью мертвые идея слоты я пока еще не решил что с ней буду делать повреждения довольно значительные ни одной операционной системой которая пытался накатить на эту машину не понравилось состояние железа все операционки блюскринит и вываливается даже 95 винда так что я не знаю смогу ли я с тем компом что-нибудь сделать поэтому была использована как резерв вот эта материнская плата что я умудрился уже купить корпус прежде чем я убедился что там материнка полностью работает бля хорошо что у меня нашлась вот эта замена но сейчас я тасую начинку этих двух компьютеров добавляю заглушку в общем и целом добавляю еще пару ништяков матракс миллениум уходит наверное в этот компьютер а сюда мне с алиэкспресса приехала вот это чудовище как видно geforce fx 5 500 в пися исполнении их там еще довольно много я вообще хотел сюда купить еще более крутую видюху geforce gt 620 кажется в которой уже на борту даже был не просто 9 был hdmi разъем но увы этим видеокарты кончились у меня прям перед носом то есть они тупо пропали из продажи по ходу их больше не будет рест инпис что я могу сказать ну ладно хватит трепаться я изложил план наверное будет два видео с разбором того и другого компьютера сборка первого потом сборка второго такой план ну что ж оба компьютера разобраны и наверное это должен быть тот самый гламурный кадр со всеми комплектующими единственное что дрожащие руки и хреновое освещение и хреновая камера не делают этот кадр особенно гламурным тем не менее материнка номер один видюха usb 2.0 контроллер с двумя портами и сашная сеть это все из от этой материнской платы эта материнка кстати довольно большая она больше подходит к белому корпусу который более свободный я ее из черного сейчас едва вытащил видеокарта про которую пока не решил все таки в какой из компьютеров она пойдет потому что есть шанс что она начнет конфликтовать если она будет установлена сюда потому что здесь всего 2 пися и слота очень сложно что-либо настроить плюс здесь у меня иди я жесткий диск второй я уже успел поставить в белый корпус махнул их местами плюс сетевуха pci и usb 2.0 контроллер производства фирмы нэк сейчас их на алиэкспресс опять довольно много всем рекомендую брать именно вот такой с bga чипом есть другие с микросхемой фирмой нэк и которая большего размера и которая господи забыл как называется этот корпус киев пн по моему или что-то в этом роде в общем с ножками вот как раз такие брать не рекомендую они ведут себя точно так же как и usb 2.0 контроллеры фирмы via они конфликтуют с большим количеством разных старых ретро материнских плат рекомендую брать именно вот такие на алиэкспрессе их сейчас полно правда они довольно дорогие рублей по 800 вот материнская плата от флориды на своем новом месте вернее как от флориды это и есть флорида это название материнской платы и наверное самое главное это заглушка ради чего все это начиналось практически полностью правильно подходящие не считая того что здесь все таки вырез под два usb ну как видно здесь крепление для экрана загнута так что я думаю никто не будет пытаться поставить сюда что-то о здесь оказывается был винт если он выкрутиться то хорошо главное что не больше не пришлось это еще раз разбирать оба шлейфа и д и и фдд пришлось модить раскаленной скрепкой потому что и там и там был залитый пластиком пин материнская плата достаточно древняя чтобы не иметь ключей в нужных местах то есть она появилась во времена от x10 ключе так понимаю уже во времена от x20 наверное когда как раз пропал минус 5 вольтовый сигнал ладно да собираю этот компьютер 2 буду отдельно потому что там еще нужно будет паять bios и вот она флорида в рабочем виде на новом месте даже поставил синий вентилятор на выдув дополнительно скорее всего еще куплю 12 дюймовый вентилятор на вдув тоже синий никакой там пидорской rgb в этой машине не будет однозначно пока все так же матракс и пока все так же а лишний usb 2.0 контроллер всего с двумя портами того у меня всего три порта на весь компьютер это я буду потихонечку апгрейдить отдельно мне сейчас главное было убедиться что машина в рабочем состоянии что ничего нигде не глюкнула что шлифы не перебиты этими моими извращениями да опять же здесь конечно кейбл менеджмент так себе но в основном я все-таки кабели убрал на заднюю панель единственный минус что у меня очень дерьмовый блок питания где всего 2 молекса из одного молекса при помощи переходника делается fdd питание жесткого диска и через еще один молекс подключается сиюк и питается вентилятор это очень нехорошо и плюс тому это невесомые абсолютно невесомый якобы 350 ваттный блок питания который скорее всего ватт 100 от силы я его однозначно буду менять но это уже будет опять же отдельный апгрейд это будет отдельное видео будет видео про сборку второго компа пока спасибо за просмотр